Прямо сейчас лучший гид России, знаток грибных мест и ягодных месторождений Дмитрий Тихомиров откроет секрет бессмертия брусничной куртины. Покажет бруснику дикую и одомашненную. Найдет ледниковое убежище растений. Поведает правила противомедвежьей безопасности. Соберет урожай брусники и покажет, как ее чистить и хранить. Одну ягоду беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Смотрите «Большое ботаническое путешествие» в брусничные места в цикле «Дикая ягода». Ботаники называют это растение «Вакциниум витис идеа». Современное название брусники в переводе с латинского означает «виноград с горы Ида». Ида – это самая высокая гора на острове Крит. Там, как считали греки, жила богиня плодородия. А на голове у нее был венок из винограда и брусники. Но в отношении брусники у древних авторов есть одна странность. Древние ученые, греки и римляне, в своих трудах писали о разных ягодах. Земляники, вишни. А уж сколько написано о винограде, вообще не перечитать. Но вот о бруснике у античных ученых ни единого слова. Возможно, потому встречались нередко, что места обитания этой ягоды достаточно далеки от теплого Средиземноморья. Брусника растет по всей северной, таежной и тундровой зоне. Как в Америке, так и в Евразии. У брусники существует много народных названий. Брусница, брусиона, брусеня, боровая ягода. А вот в англоязычных странах бруснику называют коровьей ягодой, лисьей ягодой или горной клюквой. Ее ареал почти кольцом охватывает всю планету. Широкое распространение этого растения связано со стратегией его размножения во многом. Потому что это растение, оно в этом смысле не уникальное, многие такие обычные растения, они сочетают две стратегии колонизации. Ближняя колонизация, то есть все удобные места, занимаются путем вегетативного разрастания корневищ и, соответственно, довольно быстро захватывают места. И есть дальняя колонизация. А дальняя колонизация за счет семян. Семена у брусники далеко не летят, ветром они не разносятся, но они разносятся животными. Ясно, что все сочные плоды связаны с распространением темными животными. Очень многие животные используют бруснику в пищу и, соответственно, переносят на очень приличное расстояние. Ну, вот для оленей там и так далее это показано, значит, многие километры. Мы начнем поиск нашей брусники в Подмосковье в начале июня. Вместе с ботаником Сергеем Майоровым мы нашли место, где рядом растут брусника, черника и голубика. Да, здесь такое место, где сразу три ягоды вместе. Вот черника. Правда, урожай у нее не сказать, чтобы здесь выдающийся. Но все равно уже почти спелая. Кустик голубики, и вот у пенька растет брусника. Еще зеленая. Но брусник у нас созревает позднее других ягод. Это конец августа, пожалуй, максимальный урожай. И надо сказать, что в Подмосковье, в общем, на эти места, где можно собрать хотя бы там два-три литра, брусники достаточно сложные. Все-таки урожайные заросли – это северные. И пока она зреет, у нас есть время, чтобы открыть несколько секретов этой замечательной ягоды. И брусника, и голубика, и клюква принадлежат к обширному роду. Вакциниум по-латински называется. И там есть, как вечно зеленые растения, вот клюква и брусника – это вечно зеленые, кустарнички. А черника, голубика – листопадные. То есть, если таксон большой, если группа видов большая, то она пытается использовать все способы жизни. О родичах брусники – черники, голубики и клюкве – в нашем цикле есть отдельные серии. Но вот и настала пора поиска их родственницы. Как у всякого растения, у брусники есть немало своих особенностей. И в первую очередь это связано с ее любовью к солнцу. По сравнению с родственниками, брусника более светолюбива. Как объяснил биолог Владимир Анипченко, в высокой траве искать ее бессмысленно. Если ее сверху кто-то будет затенять, она быстро выпадает. Тем более, что для таких вечно зеленых листьев интенсивность фотосинтеза небольшая. Поэтому освещение им нужно хорошее. Поэтому и в смешанных лесах, и в ельниках бруснику также искать бесполезно. Ну, в смешанных… Нет, в ельниках иногда заходит, на сочных участках. Есть у брусники еще одно отличие от родичей. Брусника непривредлива. Она нетребовательна к качеству почв. Хорошо плодоносит на бедных и, главное, сухих почвах. Поэтому она может расти как по соседству с черникой, так и там, где черника не приживается. Брусника – растение и более холодоустойчивое, чем черника и голубика. Она проникает дальше на север. Поэтому ею богаты российские северные тундры. Но брусника заходит, например, в горы. Идет высоко в тундры, идет там, где деревьев нету. Но там, где разреженный покров и, так сказать, достаточное поступление света. Тоже, опять же, на бедных почвах. Потому что на богатых тут же трава пойдет. А на бедных она вот вместе с мхами, лишайниками, среди них очень хорошо развивается. И разрастается брусника достаточно быстро. Когда кустику брусники 4-5 лет, он дает подземные побеги, которые расползаются в сторону точно так же, как и у черники. От этих подземных стеблей на поверхности появляются новые кустики, которые дают куртину одного растения. Клон одного растения может занимать десятки, если не сотни квадратных метров. А сколько вообще живет брусником? Ну, понимаете, это вегетативно-подвижный кустарничек. Поэтому живет она сколько угодно. То есть она практически бессмертна? Да, практически бессмертна. В отличие от людей, им повезло. Или других растений, у которых нет клонального роста такого. Самые древние клоны клональных растений, они голоценного возраста. То есть 10 тысяч лет. Если бы не лесные пожары, которые уничтожают и ягодники, мы вполне могли бы встретить кустик в современник мамонтов. Нужно очень осторожно обращаться с растением при сборе ягод. Не повреждать его кустиков и листьев, не затаптывать подземные стебли. И не использовать варварские орудия сбора. Хотя вы можете сказать, что они существовали издревле. Да, это так. Одно такое мы обнаружили в музее поселка Нионокса Архангельской области. Вижу знакомый мне инструмент. Да, этот инструмент называется грабилка. Либо наберуша, брали ягоды, к кустику подходили и набирали. Сейчас есть современные пластиковые, но вот это абсолютно деревянный. Да, да. Прям выточен. А сколько лет ему? Ну, это 19 век, конец 19-го, начало 20-го. В отличие, например, от современных железных каких-то грабилок, да, у них получается расстояние чуть пошире, и поэтому это меньше будет вредить кустику. Миллиметров 5 расстояние. Ну, где-то так, да. Между ними. Ну, наши предки старались все-таки беречь природу, в отличие от многих современных сборщиков ягод. Но все-таки, если вы не намерены собирать ягоду в промышленных масштабах, лучше делать это руками по одной ягодке. Ведь получать удовольствие можно и от сбора ягоды. Лес, чистый воздух – одно удовольствие. Вот посмотрите, какие жесткие листочки у брусники. Они не боятся морозов и зелеными уходят под снег. Брусника – вечно зеленые растения. Но обычно вечно зеленые растут на юге. Как же оказалось в северных широтах брусника? Она заселила эти пространства после отступления ледника. А где предки брусники провели долгую зиму, которая длилась много тысячелетий? Я покажу вам эти места. Во времена последнего Великого Оледенения Кавказские горы стали настоящим щитом. Они укрыли теплолюбивых животных и растения от мертвящего дыхания ледника. Ученые назвали это пространство рефугиум – убежище. И когда ледник отступил, именно отсюда животные и растения начали свое победное возвращение на север. Способность переживать холода, не сбрасывая листья – это свидетельство давнего южного прошлого нашей брусники. Здесь, на Кавказе, она растет высоко в горах и встречается редко. Но настоящий собиратель всегда найдет в природной кладовой что-то нужное. Есть растения, в которых ценные вершки, а есть те, в которых ценные корешки. Вот такие кустики с ярко-синими цветочками вы наверняка встречали на полях. Это цикорий. Его высушенный корень – отличный заменитель кофе. Но это так. Наблюдение по ходу нашего путешествия. Каждое лето приезжаю на юг, но меня буквально уже через несколько дней тянет домой, в среднюю полосу, к нашим диким ягодам – брусники, черники, клюкви. Брусника, кстати, тоже может отлично заменить кофе. Если высушить ягоды брусники, затем обжарить и перемолоть, а потом заварить, то получится очень вкусный кофейный напиток. Юг хорошо, но дома лучше. Так что курс – норд. На Вологду. Здесь, в Вологодской области, начинается русский север. И многие северяне только бруснику считают настоящей таежной ягодой. Тут ее так и именуют – ягода. Практически с большой буквы. Говорят, мол, в лесу есть черника, малина, а вот и ягода созрела. Когда стоит идти в лес за брусникой? Известно здесь каждому. Свечет брусника в мае-июне, а ягоды созревают к сентябрю. Благодаря большому количеству органических кислот ягода хорошо сохраняется и долго не теряет своих полезных свойств. Но в отличие от своей родственницы клюквы или морожки, без обработки она до весны не долежит. Из способов приготовления брусники – десятки. Помните, Онегину Пушкина говорит, боюсь, брусничная вода мне бы не наделала вреда. Что же такое эта брусничная вода? Во время Пушкина ее готовили, разбавляя водой брусничный концентрат. Как брусничная вода может принести вред? Я, если честно, понять этого долго не мог, пока не занялся историей брусники. И вот что выяснилось. На Руси бруснику издревле знали и собирали. Но вот забавный факт. Один древнерусский книжник лет 600 назад написал, что брусника вредна. Кому? Молодым мужчинам. Конечно, это полная чушь. Но вокруг каждой ягоды существует масса мифов. Возможно, Пушкин что-то слышал об этом поверье и потому вложил в уста Онегина фразу о вреде брусничной воды. Рецепты ее приготовления есть почти во всех поваренных книгах 19 века. Еще более древний рецепт ягодного концентрата мы можем найти в старинном домострое. Свежую бруснику предписывалось толочь в ступе, отжать и варить на огне до тех пор, пока, как там написано, она гораздо сгустится. Уваренный брусничный сок не испортится более года. Смотрите далее. Что придумала императрица? И Елизавета Петровна велела рядом с самшитами сажать бруснику. Не правда ли? Листочки у растений очень похожи. Брусника одомашненная. Даже не полностью красный, как мы привыкли, не темный такой красный, когда спелая брусника, а прям такой розоватый, кажется, что она немного недозрела. Есть ли спасение от хозяина тайги? У меня все лицо было в шрамах таких из них сцарапанных. Одежду всю, в клочья, буквально в клочья. Сколько это длилось времени, честно сказать, не могу. Но ужас был, конечно, прекрасный. Брусника пареная. Как приготовить? Пареная брусника? Смотрите, сколько напарилось. У меня это напарилось, брусники, вот такое ведро. Полтора ведра. Полтора ведра. Это вот все пареная брусника? Да, это все пареная брусника. Ничего себе, бачок. На Руси грузили не апельсины бочками, как утверждал когда-то Остап Бендер, а брусничную воду. Современные травники, фармацевты и ботаники, в отличие от Онегина, вреда в этой ягоде не видят. Брусника применяется в основном в народной медицине. И ее даже называют ягодой бессмертия. Настолько она благотворно воздействует на здоровье человека. А все благодаря ее химическому составу. Брусника, например, отличается высоким содержанием, сравнительно высоким содержанием фенольных соединений. Поэтому она и не портится, и она полезна при заболеваниях почек, например. Целебны как ягоды, так и листья. Мне, если честно, кустики вечно зеленой брусники всегда нравились. Не случайно она стала не только съедобным, но и декоративным растением. Как бруснику начали разводить в садах? На этот счет есть забавная история. Связана она с именем Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого. Тогда в Россию из Европы пришла мода на регулярные французские сады. Где все посажено по линеечке и пострижено. Из Европы для украшения парков привезли самшиты. Но оказалось, что эти ветчинозеленые кустарники наш климат переносили плохо. Как было написано, отбываемых великих морозов вызебают. И Елизавета Петровна велела рядом с самшитами сажать бруснику. Не правда ли? Листочки у растений очень похожи. Решение оказалось на редкость удачным. Брусника даром что ветчинозеленая. Морозов не боится. Так в России брусника стала садовым растением. Правда, сначала лишь декоративным. Потребовалось 200 лет, чтобы на нее обратили внимание селекционеры. Первые работы по оккультуриванию брусники начались в 60-е годы 20 века. Занялись этим не в нашей стране. И правда, зачем, если дикой лесной брусники в России более чем в достатке? Сортобую бруснику выводили американцы, немцы, голландцы. А есть ли наша отечественная культурная брусника? Оказывается, да. Туда, где ее создают, мы и отправимся. В Кострому. На центральноевропейскую лесную опытную станцию. Уже моросил осенний дождь, но он не смог помешать нам прогуляться рядом с грядками сортовой брусники. Российские специалисты занялись этой ягодой в конце 20 века. Об этом мне рассказал директор станции Игорь Коренев. Начинали с создания первых сортов практически с нуля. Наши сотрудники ездили по всему Советскому Союзу и отбирали лучшие растения, которые отличались крупноплодностью, вкусовыми характеристиками. Привозили их, скрещивали, перепыляли и старались выводить сорта с направленными характеристиками. И что у вас в итоге получилось? Ну, у нас на данный момент запатентовано, значит, выведено три сорта, запатентовано два сорта брусники. Мы сейчас с вами наблюдаем сорт Костромская розовая. Он отличается цветом, значит, он розовый, он в спелом состоянии. То есть он даже не полностью красный, как мы привыкли, не темно такой красный, когда спелая брусника, а прям такой розоватый. Кажется, что она немного недозрела. А на самом деле она спелая, да? Она спелая, можно ее пробовать по вкусу. Слушайте, какая классная, прям абсолютно спелая, абсолютно. А домашняя брусника куда урожайнее дикой ягодки? Раза в два-три. И, соответственно, по вкусу они тоже с насыщенным вкусом, с большим содержанием сахаров. Соответственно, это такие диетические вкусовые качества у нее выше. Хотя и лесная ягода может порадовать собирателя. По природным запасам брусника занимает первое место среди всех прочих дикорастущих ягод. Это очень урожайная ягода. В отдельных районах ее собирают до 300 килограммов с одного гектара. Отправимся же туда, еще дальше на север, в Архангельскую область. Нам, сборщикам брусники, повезло с ее добычей. Брусника обычно растет в сосновых барах, по которым всегда проложены вот такие хорошие песочные дорожки. И даже в осеннюю распутицу до брусники добраться легко. Ягодка за ягодкой наполняют мое лукошко. Но большой урожай – большие сложности. Бруснику важно не только собрать, но еще и переработать. Для того, чтобы узнать, как это делают в Архангельской области, я приехал в деревню Саргина, в семью Красавинах. Они обещали показать мне, как быстро обработать этот урожай. Первый этап, как принесли бруснику из леса, ее нужно, конечно, очистить от лесного мусора и сора. Как вы делаете это? Я выбираю ягодки. Вот так постепенно, потихонечко насыпаю. Смотрите, как они катятся. А грязь, мусор-то вот остается. Прямо на доске остается? Да, да, да. Вот сейчас вот так вот раз, а теперь дальше работа пошла. И так вот плавно катаете? Да, да, да. Мусор прилипает к доске? Вот так, тихонечко, в обратную сторону. И опять катаем. Какие доски здесь в каждой семье? Когда много ягод, вот так и выбираем. Ну, раньше вот веяли на улице. А сорт туда, вот, с обратной стороны? Да, 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 вот, сюда прямо. За час так можно очистить от лесного сора ни одно ведро ягоды. Ну, если ягода, знаете, она, когда хорошо катится, так можно и больше, но вот когда она уже начинает липкой быть, столько не выберешь. Так вот, высыпаем, брусника скатывается, упирается в тряпочку. Да, а этой сухой тряпочкой. Так вот, опять у нас идет. Так, и всякие иголки, листики, что случайно попало в ведро, остаются на доске. Вот такой лайфхак от жителей Архангельской области. Большой урожай брусники бывает не каждый год. В таежных северных лесах, где мы собираем бруснику, нужно быть осторожным, а еще лучше шуметь. Не одни мы, люди, лакомимся в сентябре дикими ягодами. Тут нередки встречи с медведем. Супруг Натальи, Юрий, тоже знатный собиратель даров лесной природы. Однако он поделился совсем иной историей. Как была встреча с медведем? Ну, приехал я на машине сразу проверять ягоды, как бы, проверить ягоды в лесу. Мы обычно проверяем сначала, потом на это место ездим добывать. Стрелка по белку у меня учуяла, убежала собака. Я зашел, ну, совершенно 15 метров за березками было. Расстояние такое. Захожу и сразу первым делом начинаю. Брусники было много. Начал брать. Все. Слышу шипеть сзаду. Оборачиваюсь, она уже стоит передо мной. Прямо передо мной стоит. Медвежата небольшого размера такие. Возле нее крутятся. И сразу она за меня сцепилась. Сразу за одежду вот так ногтями. И начинаю отрывать. Все. У меня все лицо было в шрамах таких из них царапанных. Одежду всю в клочья. Буквально в клочья. Сколько это длилось времени, честно сказать не могу. Но ужас был, конечно, прекрасный. И собака прекращает у меня лаять стрелка. И просто вылетает. И хватает ее сразу вот здесь. Медведицу. Она всегда лайка берет за штанину за эту. И начинает терюшить. Все. Она отвлекается на нее. Я ухожу, разворачиваю, иду в машину. Вот такой сюжет был страшный. Но до слез, конечно. Сегодня в России бурых медведей в пять раз больше, чем волков. Почти 300 тысяч особей. Подсчет их численности специалисты ведут постоянно. За 10 лет косолапых в лесах стало больше в два раза. А потому местные жители встречаются с этими хозяевами тайги регулярно. Наталья, супруга Юрия, она показывала нам способ очистки брусники, тоже пережила встречу с медведицей. Вот такая же горка, вот смотрите, как здесь. Белые грибы растут. Наташа не видит, вот подходит к этой горке. А медвежата лежат наверху, необычно, как бы прячутся с медведицей. Она выходит, увидала медвежат. Закричала, побежала. Сразу испугалась, побежала. Медведица за ней бросилась. Бежала, ну, метров, наверное, там 300, она бежала за ней все равно. Хорошо, у Наташи ноги отказали. Она обернулась, и медведица просто так лапой махнула у нее перед лицом и ушла. Развернулась, ушла. Ну, что делать? Думали, больше в лес не поедет. На следующий день в 4 утра уже все спим. Все за грибами вот так вот было дело. В Архангельской области живет почти 20 тысяч мишек. Так что все, кто здесь ходит за грибами и ягодами, правила противомедвежьей безопасности выучили на зубок. Ходишь по лесу, разговаривай или напивай, чтобы звери тебя слышали. Медведи обязательно ходят где-то рядом. Ведь они, как и мы, любят полакомиться дикой ягодой. Лучше ничего не делать. Лучше спокойно, если задом, задом уходить. В глаза не смотреть. Ни в коем случае медведице не смотреть в глаза. Это агрессия, сразу агрессия. У нее агрессия. С советами пытаться отпугнуть медведя громкими криками Юрий не согласен. Однажды он попытался отогнать медведицу выстрелом. Ничего хорошего из этого не вышло. У нас случаи были на мотоцикле также. Человек ехал, решил посигналить. Медведица развернулась и набросилась на мотоцикл. Лучше молчание тихонько, если обнаружил уходить. А так они сами себя не обнаружат. Больше что? Больше ничего про них не скажу. Ну, послушав рассказы бывалого человека о поведении при встрече с медведем, вернемся к переработке брусники. Все, брусник у нас очищен. А теперь ее нужно переработать, чтобы сохранить на целый год. И лучше всего хранится брусника пареная. Сахар для этого рецепта не нужен. Парится она на печи при очень низкой температуре. В бруснику надо добавить немного горячей воды. Печка как бы уже протопилась. Там жар небольшой. Печка не должна быть очень горячей. И мы немножко попарили ягоды. Смотрим, сок появился. И подсыпаем. Подсыпаем ягоды. Можно даже все высыпать. Ничего страшного не будет. Вот, высыпали. И она опять так же будет стоять и париться. Когда ягоды уменьшатся в объеме, можно добавить новую порцию в ту же посуду. Сколько нужно времени, чтобы вот эту кастрюльку сделать? Ну, приблизительно около часу. Вот она, если печка горяченькая, ну, не очень горяченькая такая. Печка, конечно, есть не у всех. Но можно парить бруснику и на газовой, и на электрической плитке, и в духовке. Даже в пароварке. Главное следить, чтобы ягода не кипела, а томилась. Хранится паренная брусника при комнатной температуре. Паренная брусника? А вот посмотрите, сколько напарилось. У меня это напарилось в бруснике. Вот такое ведро. Полтора ведра. Полтора ведра. Это вот все паренная брусника? Да, это все паренная брусника. Ничего себе, бачок. Ну что ж, вот и еще одна ягодка собрана для нашей коллекции диких плодов. Но ягодный сезон не скончаем, и мы еще расскажем вам. Как ходить за клюквой весной? Большим любителем клюквы был Петр Первый, который каждый раз... Опа, меня кажется, засосало. Малина и ее родичи. Крутой склон. Не упасть бы. Но не зря спускался. Я буквально в сотне метрах от Белого моря. И на этом склоне растет костяника. Легендарная морожка. Однажды Бог Солнца влюбился в простую смертную девушку. Но она отвергла его любовь. Тогда Бог расплакался. И каждая его слезинка превратилась вот в такую яркую, желтую, солнечную ягодку. Все это и многое другое вы увидите в нашем цикле «Дикая ягода». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...